Ещё раз доброго утра желаем и всем нашим телезрителям. Мне кажется, что для любого мужчины самым прекрасным действом, самым прекрасным конкурсом являются конкурсы женской красоты. А для женщин, напротив, самым беспощадным, жестоким действием являются, опять же, конкурсы женской красоты. Ну почему же, если победительница, то... Ну да, но победительница всегда одна, и только одна становится обладательницей той заветной короны. Сегодня мы поговорим о конкурсе Мисс Лицея имени Константина Сибирского, потому что этот конкурс в этом лицее проводится уже в 21 раз. Итак, у нас сегодня в гостях. Лидия Тодорова, организатор конкурса и завуч лицея имени Константина Сибирского, а также победительница конкурса 2015 года, Арина Берко. Поздравляем её сразу, незамедлительно. Вот она, обладательница этой заветной короны. Кроме того, у нас сегодня в гостях Арина Бланарь, вице-мисс конкурса, и Ирина Горобец, участница конкурса Мисс Лицея. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сразу столько красивых представителей прекрасного пола, Сергея, сегодня. Юных. Юных. И всё только начинается в их жизни. Огрыжает. Вот хотелось бы, конечно, руководителю конкурса, организатору задать вопрос. Как вы думаете, в чём популярность 21 год подряд уже в вашем лицее, как-то вот с особым размахом? Каждый год всё больше и больше проводится такой интересный конкурс. В чём его популярность? Ну, мне кажется, что конкурс Мисс, он популярен во всём мире. Он проводится на разных уровнях. Это ясно. Совершенно верно. Поэтому мы подумали, почему бы нашему лицею не идти в ногу со всем миром. Когда-то придумали этот конкурс, потому что хотелось, чтобы в лицее проходило что-то такое, чего нет у других, и чтобы было интересно. Был задуман именно такой конкурс. Когда-то на пике ещё он был очень популярен. Вообще только эти конкурсы начинались вообще в нашей стране. Майк-карея раз отмечалась. Да, совершенно. Вот видите, замечательно. И мы придумали такой конкурс. Популярен он в лицее, потому что это не только конкурс красоты. В нём, конечно, участвуют девушки, соревнуются в своей красоте, но и в интеллекте, и в творчестве. А в чём больше? Вот в лицее имени Сибирского. Вы знаете, я бы не говорила, в чём больше или в чём меньше. Потому что на этом конкурсе присутствуют и показатели красоты, и показатели интеллекта, и показатели творчества. И вообще этот конкурс проводится в конце марта или в конце апреля, или в начале апреля. И он является как бы подведением итогов всего лучшего, что было в этом году в нашем лицее. Ну, а наши девушки это бесспорно лучше. Ну, как здорово, вы итоги подводите, так рано потом можно не учиться. Ну, так я про что. Итоги в марте подведены, и всё, мы каникулы начались. Не совсем так, это итоги не учебные, это итоги творческие, потому что дальше мы уже начинаем готовиться к экзаменам и занимаемся исключительно уроками. Ясно. Девочки, к вам вопрос. Почему, как вы считаете, этот конкурс пользуется в вашем лицее такой популярностью? Почему этот вопрос настолько важен? Потому что я не окончила известный лицей в городе, это лицей Дмитрия Кантемира, и мой лицей довольно известен, лицей Михаил Греку. Я скажу честно, у нас в лицее нет, у нас проводился, может быть, один-два раза, но чтобы на протяжении 20 лет проводился конкурс мисс лицея. И что даёт статус. Да, а ну-ка, рассказывайте. Мисс лицея 2015. Кстати, это не только мисс лицея 2015, ещё потомственная красавица, потому что и сестра, и тётя выигрывали этот конкурс в этом лицее. В своё время, да. В династии мисс. Рассказывайте. Да, мне кажется, этот конкурс имеет популярность только в нашем лицее. Ну, ведь каждая девочка хочет это звание мисс, даже если не победительница, по-любому даёт другой титул, но тоже ты становишься мисс. Это интересно, это опыт, и интересно попробовать себя в чём-то новом. Ну, это совсем не новое для девочки, она рождается принцессой. Ну да, я имею в виду, мы готовим там танцы, мы поём там, и девочкам, кто не танцует, кто не поёт, всё-таки интересно попробовать себя в этом. Ага, то есть это обязательно нужно станцевать, спеть? Ну, конкурс имеет достаточно серьёзную программу и, соответственно, очень большую подготовку. Конкурс готовится на протяжении двух месяцев. Ежедневные репетиции, у него есть положение. Девочки обязаны уметь танцевать, говорить, ходить по сцене, двигаться, уметь держать себя, уметь преподнести себя. В конце концов, они должны выучиться сами танцевать вальс и научить своего партнёра. Им помогают ребята-одноклассники. Это очень длительная подготовка, и всё это идёт без отрыва от школы, всё это идёт без отрыва от конкурсов. И, в общем-то, это всё требует достаточных усилий. В школе очень много девушек, но не все готовы принимать участие в этом конкурсе, потому что нужно много усилий вложить для подготовки этого конкурса. Да, кстати, напомним, что только среди участниц учениц 10 класса проходит именно этот конкурс. Так что в пятом классе уже готовятся. Уже начинают думать. Конечно. Но это здорово. Я так предполагаю. Так и нет. Ну, должна вам сказать, что, в общем-то, вы недалеки от истины, поскольку вот девочки, которые здесь присутствуют, занимаются в нашем ансамбле «Парадис». И, естественно, что между конкурсами есть концертная программа, пока девочки переодеваются. И вот пока они ещё были очень маленькими, они участвовали в концертной программе, просто развлекая зрителей. И уже тогда, естественно, мечтали о том, что когда они дорастут до своего возраста, они смогут принять участие. А давайте мы у них узнаем, мечтали, когда они дорастут до возраста 10 класса, чтобы принять участие. Если не сложно, то есть как бы о мечтах. Мечтой Ирины Горобец было побывать на нашем телеканале. Поэтому сегодня мечта её сбылась. И вот, несмотря на то, что она просто участница, не победительница. Но она призвительских симпатий. Тем не менее, да, тем не менее, мечты сбываются. Удобно в это верить. Так, верили. И хотели ли с пятого класса принимать участие в конкурсе «Мисс Лицея»? Да, мы ещё с маленьких лет подсматривали, как девочки тоже занимаются, готовятся. Примеряют красивые платья. Да, они становятся очень дружными. Именно их сплачивает коллектив. И мы тоже очень мечтали побывать на сцене и показать себя. Вот, кстати, если говорить о сплочённости коллектива и о дружбе, многие, наоборот, приезжая с конкурсов, международных конкурсов красоты, говорят о том, что там подпиливают каблуки, что там пачкают, портят платье для выхода. У вас, я так понимаю, такого нет. Вчера нам рассказывали, как в Бразилии ведут себя в «Мисс». То есть у вас такого нет? Нет, у нас всё дружно. Мы всё очень дружные и все болели друг за друга. Поддерживали друг друга. У них на кону бриллиантовая корона, а у нас на кону сертификат от учителей на получение десятки по каждому предмету. Какая прелесть! Отлично! Зачем корона? Ну что ж, дорогие друзья, об этом и многом другом мы более детально поговорим. После короткой паузы, да, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ну что, продолжим. Продолжим мы беседу с нашими юными «Мисс». Напомним, что в 21-й раз в одном из столичных лицеев, в лицее имени Константина Сибирского, прошёл конкурс «Мисс-лицей». Сегодня у нас и победительница, и вице-мисс, и участница, и организатор этого конкурса в гостях. Доброе утро ещё раз. Доброе утро. Как складываются затем судьбы победительниц, участниц? Может быть, у них каким-то образом меняется статус в самом лицее? Может быть, они по-другому начинают себя вести со своими сверстницами? Может быть, они становятся таким завидным трофеем у всех парней? То есть я встречаюсь с «Мисс-лицей». Ну да, престижно. Звучит гордо. Конечно, да. Знаем правду. Как складываются судьбы? Ну, судьба у них, в общем-то, такая, как у всех остальных учеников. Им предстоит закончить школу и сдать бакалаврию. В любом случае. Есть у неё титул «Мисс» или нет, это не имеет значения. А то, что меняются немножечко девушки, это действительно так. Во-первых, за время подготовки и конкурса они приобретают определённый опыт. Они становятся как-то так резко взрослее, умнее и мудрее. Отношение к ним действительно меняется в лучшую сторону, потому что все, кто побывал на конкурсе, они понимают, что для того, чтобы заработать хотя бы вот эту минуту славы, свои два часа, я бы сказала, славы, которые идёт в конкурс, надо очень много трудиться. И этот труд, он вызывает бесспорно уважение. А что касается взаимоотношений между ними, то они только улучшаются. Потому что в отличие от мировых конкурсов, где все подпиливают друг к другу каблуки или сыпят стекло в туфли, у нас наоборот, все очень помогают друг другу, девочки поддерживают друг друга советом. Если надо, чем-то в номере помогают, чем-то при подготовке. Как-то у нас так складывается, что все друг другу помогают. В общем-то, этим этот конкурс и ценен. Но он, в общем-то, развивает чувство взаимопомощи и дружбы, и хорошего отношения друг к другу. Лицейские такие вот школьные, дружеские отношения. И надо сказать, что очень многие, в общем-то, эти отношения, такие добрые, они сопровождают девчонок, и когда они заканчивают школу, и не только девчонок, но и ребят, поскольку мы говорим только о девочках, но в нашем конкурсе очень активное участие принимают и ребята, поскольку они поддерживают девушек, они участвуют в конкурсах, они помогают им в танцах. Но у каждой принцессы должен быть рыцей. Бесспорно. Потом у вас есть, по-моему, конкурс под названием «Мистер Икс». Да, у нас конкурс «Мистер Икс», и он проходит через год. Он в следующем году состоится, конкурс «Мистер Икс». А вот если говорить о преподавательском составе, о том, как вы готовитесь к этому конкурсу, ведь в любом случае это нагрузка. У вас огромное количество учеников, кроме десятиклассниц, которые готовятся к этому заветному, заветным двум часам славы. Как вы 21 год это все выдерживаете, и почему вы не теряете интереса к этому конкурсу? Я бы не говорила, не произносила слово «выдерживаете», поскольку этот конкурс мы придумали себе сами. Он нигде ни в какой программе не значится. Мы себе его сами придумали и сами с удовольствием его проводим. И все это благодаря команде, которая сложилась. Практически она не поменялась. Сложилась 21 год назад. Если можно, я бы хотела назвать этих людей. Конечно. Бесспорно, в нашем лицее очень много интересного проводится, потому что нам очень повезло с нашим директором. Павел Михайлович Макарь. У нас замечательный директор, который поддерживает все начинания людей, которые хотят сделать что-то хорошее, творческий подход к какому-то конкурсу. Кроме этого, такой вот идейный вдохновитель конкурса Ауреля Степана Андрееж. Невозможно подготовить конкурс без Светланы Тимофеевны Сороки. Это учитель литературы. Без наших хореографов. Брагиш Виктория Мячеславовна, Надежда Сергеевна Кошек. Наши хореографы, которые делают все танцевальные постановки. Невозможен этот конкурс без помощи еще очень-очень многих людей, которых... Но если перечислять, это будет очень много. У нас, знаете, кино, когда заканчивается, идут большие длинные титры на черном экране. А мы эти титры зачитываем. И это тоже занимает достаточно длительное время. И, в общем-то, благодаря всей вот этой вот большой команде у нас продолжается и живет этот конкурс. И в этом году мы ввели правило, что конкурс будет проходить через год и чередоваться с конкурсом «Мистер Икс». Ну, в силу разных обстоятельств. Но вот есть пожелание, может быть, вернемся опять к каждому году. Посмотрим, как получится. Мне бы очень хотелось, чтобы каждая из девушек сказала, кем она мечтает стать, быть по профессии. Я бы хотела, да, начать с Арины. Ну, я на конкурсе говорила, что я хотела бы стать танцовщицей. Мне кажется, я не просто это так сказала, я именно хочу этим заниматься, потому что мне это действительно интересно. И вот сказали, что мы занимаемся в ансамбле «Парадис». И мы действительно 10 лет наблюдали за конкурсантками и мечтали оказаться на их месте. И оказались. И оказались. Замечательно титул «Вице-мест» тоже очень здорово. Здорово. Ира? Я хотела стать журналистом. Именно эта профессия мне очень ближе по душе. Мне очень нравится общаться с людьми, узнавать подробности их жизни. И мне нравится вот эта профессия. Ну, вперед. Да, желаем. Университет у нас очень сильный, кстати. Ну, и я хотела бы стать судьей, так и сказала, на конкурсе. Владимирка в законе. Да, примерно так. Мне кажется, эта профессия не просто сложная, но она очень интересная. И мне интересно будет вершить, так сказать, правосудие и в нашей стране, и за пределами нашей страны. Спасибо вам огромное. Мы желаем удачи всем победительницам, конкурсанткам, участникам. И организаторам, естественно. Да, удачи вам еще раз и удачи, потому что это здорово, что в лицее дети ходят, не только дети, но уже подросшие дети ходят не только для того, чтобы получать оценки и приносить иногда домой какие-то знания, но еще и развиваться творчески. Да, а мы тоже творчески развиваемся. Мы тоже творчески развиваемся. У нас короткая пауза, а после нее, кстати, очень творческий конкурс для наших телезрителей. Мы разыграем билет в театр. Угу.